всем привет полезное устройство сегодня на видео обзоре это 4g вайфай роутер универсальный куфе уже был у меня обзор нескольких устройств и роутер и вайфай мосты я от вам вам от них показывал из их магазина все реально работает и люди в чате в нашем телеграм-канале также оставляют отзывы говорят что устройство просто супер модель его lte 4g роутер модель cpf905 cf5 48 вольт по я вот выделили именно этот момент ну и все остальное по стандарту здесь как у всех роутеров куфе прошлый роутер на который я делал обзор он один из дешевых но там меньше возможностей здесь какой огромный плюс этого роутера что у него универсальность подключения по питанию то есть можете подключать его первое это давайте сразу перейдем к этому моменту можно увидеть это все по разъемам 12 вольтовым блоком питания 1 амперным стандартный разъем для подключения вот такого вот блока питания 12 вольт 2 ампера по стандарту как подключаем камеру видеонаблюдения второй разъем у нас идет микро юсб разъем для подключения 5 вольтовым блоком питания обычным вашим зарядным устройством для смартфона 5 вольт 2 ампера обычный ваш кабель зарядки смартфона и обычный микро юсб разъем подключаем и получаем уже питание роутера роутер будет работать и тут еще какая у нас универсальность что уже вот в данном случае мы можем не зависеть от розетки 220 подключив роутер при этом powerbank например вашим каким-нибудь даже мощный не нужен powerbank но смотря на какое время работы и роутер у вас уже работает кстати 12 вольт также можно не зависеть от розетки если вы сделаете себе разъем штекеры такие продаются разъемы делаете разъем подключаете автомобильный или какой-нибудь 12 вольтовый небольшой аккумулятор в зависимости какой вам нужен и роутер также работает не зависит от розетки и еще огромный плюс какой многие задавали вопрос и да этот роутер так может работать по поя 48 вольт в блоке идет комплект то есть в комплекте идет блок питания 48 вольт 0 5 ампера стандартный поя план подключаем выносим этот роутер где-то на штанге на высоту например роутер у нас полностью всепогодный может работать полностью на улице герметичный со всех сторон герметизация учитана и по одному кабелю по поя по витой паре у нас приходит питание на роутер из него данные мы получаем интернет на устройство опускаем ниже где у нас подключен блок питания например что туда можно подсоединить или какой-то ваш свитч или же вот такое вот устройство обзор также делал это полностью вайфай мост но можно купить по отдельности один блочок и у вас это будет повторитель подключаем это внизу в помещении и это устройство раздает интернет вайфай раздает от роутера в помещении роутер у нас на высоте стоит и получает интернет от сети мобильного оператора через сим-карту а это устройство внизу раздает есть такие устройства и вам показывал 5 гигагерц вайфай и 2 и 4 гигагерца какие нужно такие выбираете заказывайте все уже в доступной цене и очень классно работает проверено лично наверное плюсы огромные рассказал 4 антенны в комплекте идут резиновые уплотнители все говорит о том что можно использовать на улице антенна вайфай и 4g антенна промаркированы также и разъемы для них тут не перепутайте и колечки запасные также есть в комплекте насколько характеристики этого и того роутера различаются я думаю что не сильно там какой какой лучше какой дальнобойней по наверное эти все моменты у них полностью одинаковы здесь уже антену куда хотите так и направляйте по сторонам такой вот вариант роутера получается что еще в комплекте есть подставка может он использоваться не только на улице а может использоваться и в помещении ну полностью универсальный вариант и в данном случае на крышку ставится такая подставка можно зафиксировать винтиками если вам надолго ну так в общем-то она надежно и держится и крышка закрывается проводим туда что нам нужно какие кабели подключаем здесь есть кабельные каналы сделаны прорезы для вывода кабелей и вот такой момент имеем роутер у нас получается настольный для помещений неплохо выглядящий такой вот вариант крепление на стену или на трубу кстати также универсальная под стяжки можно под винты как захотите и она уже съемная можно его открутить винты также есть еще в комплекте кабель идет ну по стандарту небольшой ржей 45 метровый и очень все щепетильно продумывают китайцы даже положили такие сделали силиконовые заглушки две штуки кабельные каналы на крышке и герметизировать то есть если вы используете например к нижние то глушите верхние тут разрезы такие все то есть все четко используйте эти глушите то есть даже вот эти моменты на продуманные мини инструкция для подключения эти роутеры идут скорее всего завод штампует их ну безымянные а уже магазины разбирают их и каждый магазин под себя прописывает название как хочет и вот в общем то стандартная инструкция скорее всего заводская краткая ничего сложного нету но в чем прикол кофе что они беспокоятся и свою инструкцию пропечатали на различных языках куча европейских языков и в конце есть русский несколько страниц всего уделяется на подключение потому что справится даже ребенок здесь упрощает что не нужно переводить уже все переведено попросту говоря что первое вам нужно будет сделать это сим-карту которую вы купите для раздачи интернета снять с нее пин-код убрать пин-код что при подключе включение роутера не запрашивала карта введения пин-кода и тогда у вас в автомате все запустится и будет работать установили карту включили пин-код сняли роутер автоматически загружается ищите его в домашней то есть в сети вайфай на смартфоне стандартный пароль подключения вайфая от 1 до 0 и со и соединить и подключаетесь уже к роутеру если к спк заходите на удобнее спк с компьютера или с ноутбука можно зайти в веб-интерфейс в настройки роутера стандартный его ip-адрес 192 168 199 единица заходите открывал я уже все просто делается именно так как живот на все на картинках показано и основные моменты немного настроек на английском но вы все можете понять что нужно сделать но я не знаю что поменять пароль в доступа к вайфаю чтобы никто не зашел там ну смотрите уже сами ничего сложного вообще нету мини-симку устанавливаем средний вариант который показано как куда срезом один раз установили в общем так как отслеживать там тариф ну в зависимости какой тариф ком как как платить сколько когда это уже все от оператора зависит установили подключаем питание как код которая вы хотите подключить на время ролика подключаю 12 вольтовым блоком питания то что у меня сейчас есть здесь в доступности и подключаю его в розетку 220 здесь понятная индикация синий индикатор питания потом поиск сети следующий подключенный кабель или не подключенный если не подключенный то не будет светиться и уровень сигнала уровень сигнала сети и наличие интернета есть или нету вот это все должно светиться по идее зеленым но не все а как какой уровень должен быть некоторое время на поиск сети на загрузку дается пошли моменты мигания это значит регистрация в сети все остальные моменты то есть все работает в автомате многое конечно зависит от качества принимаемого сигнала вместе установки роутера это никакой не усилитель это не то устройство которое найдет вам интернет вместе где нету сети мобильной тут чудес не бывает сигнал должен быть просто какой плюс что вы его можете вынести на улицу он всепогодный это огромный плюс и он будет работать у вас под открытым небом под дождем и раздавать вам интернет если у вас в доме например интернета нету а выше сигнал есть туда вылезаете вы на чердак на второй этаж на крышу на дерево и там нормальный уровень сети сигнал то это устройство вам поможет вы его там установите и она будет вам раздавать интернет вот как раз мои в моем случае в доме у меня и проблемы с сетью сигналом появилось одно деление зеленая lte но есть проблемы подключал я его перед этим проверял уже вот появилась сеть долго долго загружается но все знают чем это связано и главное чтоб вот здесь светила зеленая лампочка это наличие интернета это уровень сигнала мобильного оператора получается показывает а наличие интернета вот именно вот эта зеленая лампочка последняя должна светить зеленым качество интернета напрямую зависит от оператора какой интернет раздает какое качество сигнала видите пропадание сети ну и немаловажно место установки от вас что зависит купить сим-карту подключить тариф чтобы был интернет там какой безлимитный какой вы хотите пополнять счет и правильно установить устройство все остальное уже зависит от мобильного оператора какое качество по качеству услугу он вам будет предоставлять какой еще плюс огромный его что он универсальный как я вам сказал в использовании везде даже в автомобиль ты его взял включил в прикуриватель или уже тебя есть юсби и подключаешь его также обычным кабелем подключил как заряжаешь смартфон это устройство положила его и он распринимает и раздает тебе вай фай не помню до скольки там устройств много там можно устройств подключать по вайфаю к нему он немного дороже чем предыдущий вариант но кому не нужно вариант спой а подключением кто не знает что это и для кого это не важно то можете взять устройство то которое подешевле я специально взял подороже вариант этот потому что вот мне именно интересно подключение по поя по одному кабелю этого варианта ну и соответственно поя это и большая длина на большую высоту можно выносить будет его в случае надобности огромный плюс простое подключение многие просто боятся смотрят вот такое чудо я первый раз я не знаю как подключу получится или нет да подключишь подключение не сложнее установки сим-карты в телефон и активации телефона это устройство наверное еще проще активировать настройка такая же все просто то есть бояться вообще ничего ссылку оставляю переходите заказывайте актуальное устройство на сегодня да и они вообще пригодятся мне кажется в любом случае потому что он универсальный именно этот вариант универсальный может работать везде где ты его установишь ну и по питанию также подключение универсальное подписывайтесь на канал инстаграм телеграм-канал телеграм-чат по видеонаблюдению все ссылки в описании к видео всем удачи до следующих видео